Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Олега Ефремова, советского и российского актера и режиссера театра и кино, народного артиста СССР, педагога и театрального деятеля. Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве, вырос в большой коммунальной квартире на Арбате, о которой в зрелые годы мог рассказывать часами. Школьные годы Ефремов провел в Воркуте, так как его отец работал бухгалтером в ГУЛАГе. С детства Олег увлекался театральными постановками для кукол, самостоятельно готовил декорации. В школьные годы посещал драматический кружок. Сразу после войны поступил в школу-студию МХАТ, которую окончил в 1949 году и был приглашен в труппу Центрального детского театра, где за короткий срок сыграл более двадцати ролей. Там же дебютировал как режиссер, постановкой выделили Димка-невидимка. Олег Ефремов одновременно начал преподавать в школе-студии МХАТ, был ассистентом на курсе, позднее профессором и заведующим кафедрой мастерства актера. В 1956 году, собрав вокруг себя студентов школы-студии, своих ровесников и учеников, Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Встигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков, Виктор Сергачев, организовал студию молодых актеров, впоследствии Московский театр-современник, и стал художественным руководителем театра. С 1970 года возглавлял МХАТ СССР имени Горького, а после его раздела в 1987 году, МХАТ имени Чехова. Его кинодебют состоялся еще в 1955 году в фильме «Первый эшелон», посвященном освоению целины. Сыграв в первом фильме «Комсорга», Ефремов и в дальнейшем не раз представал перед зрителями в образах секретарей порткомов и райкомов, чекистов и сотрудников уголовного розыска. Но зрителям больше запомнились его лирические роли, водитель такси Саша в фильме «Трита Плющихи», немой деревенский художник Федор в горе-горе, «Моя звезда», сыгранный с тонким юмором Айболит в фильме «Айболит-66». Ефремов сыграл Долохова в «Войне и мире», полковника Гуляева батальоны просит огня, своей любимой киноролей он называл Виктора Леонова в фильме «Мама вышла замуж», ему импонировала внутренняя интеллигентность героя. Ильдар Рязанов в своей лирической комедии «Берегись автомобили» пробовал Олега Ефремова на роль деточкина, но здесь по свидетельству режиссера, создателю современника не удалось скрыть свою человеческую индивидуальность, сильный характер прирожденного лидера. В итоге Рязанов нашел в Ефремове идеального Максима Подберезовикова. Олег Николаевич сыграл около 70 ролей в художественных и телефильмах, самые известные из которых «Любушка, мой младший брат, строится мост» и еще раз про любовь. Все его роли удавались ему одинаково хорошо. Интересно, что Олег Ефремов снялся вместе со своим сыном Михаилом в фильме «Когда я стану великаном, когда тот был еще подростком», и этот фильм прославил Ефремова-младшего на весь СССР. Олег Ефремов снялся в таких популярных фильмах, «Случай с Полыниным», «Здравствуй и прощай», «Шофер на один рейс», «Мнимый больной», «Инспектор Гаи и шапка», «Сочинение ко дню победы». Соединение в одном лице режиссера и актера для искусства Олега Ефремова было принципиально, он всегда настаивал на актерской природе своей режиссуры, но с таким же основанием мог говорить и о режиссерском начале, определявшем как его собственную игру, так и игру его актеров. Актер был трижды женат. Первая жена Лилии Толмачева, актриса, народная артистка РСФСР, брак оказался недолгим, но творческий союз сохранился. Вторая жена, незарегистрированный брак, Ирина Мазурук, актриса и журналистка, дочь Анастасия, театральный критик по образованию. Третья жена Алла Покровская, актриса, народная артистка РСФСР, сын Михаил, актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации. Олег Ефремов скончался 24 мая 2000 года на 73-м году жизни в Москве, в своей квартире на Тверской улице. Олег Николаевич Ефремов лауреат трех государственных премий СССР и двух государственных премий Российской Федерации. Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Один из создателей и первый секретарь правления Союза театральных деятелей СССР, член Союза кинематографистов СССР. Дорогие друзья, я благодарю вас за дружбу. Спасибо за оценку моих видео, если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Желаю вам мирного неба, здоровья, радости и счастья.